Перед входом в спортшколу собралась толпа детишек. Они наблюдают за каждой проезжающей машиной, в ожидании, что вот-вот из него выйдет Кайл Снайдер. Известный борец, постоянный соперник их кумира Абдурашида Садулаева. Приехал из Америки, потому что он только у нас здесь будет, и больше я его нигде не смогу увидеть. И еще из-за того, что он приедет с Абдурашидом Садулаевым. Спортсмены направляются в школу, по пути их тут же окружает толпа ребятишек и просят сфотографироваться. Уже внутри борцовского зала Снайдеру удается пообщаться с воспитанниками спортшколы. Он не только отвечает на их вопросы, но и показывает некоторые приемы, которые олимпийский чемпион использует чаще всего на соревнованиях. Мы возвращаемся к щиколотке, шаг в сторону и выворачиваем. Уже на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, в которых был соперником, приехал своему же сопернику, это очень большое значение имеет. Это большое событие для республики, вообще для любого ребенка, который занимается спортом. Я думаю, это очень хороший пример. И это даст нашим ребятам хороший стимул. Все эти дни Кайло Снайдера сопровождает Авдурашид Садулаев. По его словам, американский борец в Дагестане – почетный гость. И соперничество у них остается только на ковре. Ему разницы не будет, где выступать. Ход проигрывает, ход выигрывает. На любых соревнованиях, даже на самый маленький турнир может поехать. Там проиграть ему это ничего не стоит, дальше будет бороться. Все его так тепло встречают, сколько детей сюда приехало. И все ему говорят, что мы за тебя до финала болеем. Кайло Снайдер в общении с журналистами признается, а такой радушный прием он встречает впервые. Хвалит не только местную природу, кухню и традиции, но и доброту дагестанского народа. «Это очень добрые люди. Я рад, что мне удалось с ними встретиться. Чувствуется так, что такое только один раз в жизни случается. Мне очень понравилась ваша еда, особенно чуду с творогом. Немного набрал вес. Дома я так много не кушаю». После общения и фотосессии Кайло Снайдер приступил к тренировке. Ведь уже 10 декабря он выступит на международном турнире в Хасавёрте.